всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорю с вами на тему черного списка карт давно очень просили все игроки сделайте нам такой список мы будем добавлять туда самые свои нелюбимые карты чтобы их никогда вообще не видеть и картошечка очень долго рожала рожала и родило две карты в черный список я вам напоминаю можно добавить если у вас есть прям аккаунт если нет прям аккаунта то одну карту через четыре часа как вы туда добавили карту будет возможность поменять эти карты на другие если вы захотите казалось бы игроки просили разработчики сделали что может быть плохого все отлично вроде бы все идеально но на мой взгляд что-то не очень честно говоря я бы если делал такую возможность то сделал бы следующим образом и объясню почему одну карту добавить в черный список и все очень многие сейчас говорят и я тоже говорю очень часто что я бы половину карта был черный список просто потому что они плохие не играбельные но сам функционал черного списка карт я делал бы с одной картой и только одну туда можно добавить и больше нельзя ни в коем разе также еще менять эту карту можно чем реже тем лучше раз в день два дня неделя лучше там неделя почему так потому что чем больше карт и чем чаще люди меняют эти карты тем более выгодно они подстраивают набор карт под те танки на которых они играют почему это плохо плохо это потому что на открытых картах все больше встречается патриарты потому что все артоводы что сделали выключили закрытые карты и они стали на две карты играть меньше а если на две карты меньше то на других картах они в принципе будут чаще попадаться причем почти все артоводы по выключали скорее всего примерно одни и те же карт то же самое лт воды что они сделают они по выключают то же самое что примерно по выключали артоводы это какие-нибудь коридорные городские карты то же самое что не нравится артоводом поэтому все чаще и чаще встречается куча боев, где куча арты с кучей ЛТ и туда же куча ПТ. Поскольку примерно все повыключали одни и те же карты, плюс-минус чуть-чуть подстраивая под себя, вдобавок еще многие танкисты ведутся не на свои какие-то умственные размышления по черному списку, что туда добавлять, а просто потому что топовому блогеру не нравится какая-то карта или паблику в группе ВКонтакте, тоже не нравится какая-то карта, надо ее туда добавить. Вы точно так же, как и я, если играете в World of Tanks, заметили увеличение и арты, и ПТ, и ЛТ. В некоторых боях просто весь бой из них забит. И чем чаще люди будут добавлять черный список карты, и чем большее количество карт они смогут туда затолкать, то все больше будет усиливаться ощущение таких вот боев, которые состоят из набора дурацких танков. Даже если вы играете на ЛТ, неужели вам приятно попадать в бой, где куча ЛТшек в своей команде и вражеской? Если вы играете на ПТ, неужели приятный бой, если в бою по полкоманды ПТшек? Да и на арте, если вы артовод, вам прикольно играть втроем на арте? На форуме почему-то все артоводы ночью, они хотят играть сами в бою на одной арте и все, чтобы больше артоводов не было. Как раз таки черный список карт пока не сильно, но уже немножко делает так, чтобы в некоторых боях собиралось больше ЛТ, больше ПТ и больше арты. Что касаемо тяжелых танков, они тоже, скорее всего, ТТ-воды поубирали открытые карты и они там якобы не страдают. Что касаемо СТшек, то скорее всего СТ-воды поубирали в черный список просто конченые карты, на которых неприятно в принципе играть, поскольку СТ универсалы. Да и в основном на СТшках остались играть только статисты, да и все. Вот так и собираются бои, в которых неприятно играть всем. Так еще и по нашей просьбе картошка подлила масло в огонь. Мне кажется это просто ужасно и улучшений мне кажется не предвидится. Я точно не помню, но кажется был разговор, что возможно увеличить черный список. Ну давайте увеличим черный список и бои будут собираться следующие. Три арты, 6 ПТ, 6 ЛТ и будут замечательные бои. Тяжики будут чисто на Химмельсдорфе откисать, а СТшек мне кажется в бою в принципе уже не будет. Очень грустно, что перспективная и хорошая такая затея превратилась как обычно в зло. И еще более обидно, что зло принесли сами игроки. Они много чем приносят зло. Любовью к самому конченому классу техники ПТ, вот теперь черным списком, что будет дальше неизвестно. Как по мне убирание каких-либо карт из-за рандома, это уже делает какую-то игру не такой. Это же рандом. Ты играешь любую карту, они должны быть во-первых случайные, они не должны повторяться, в-третьих они должны быть приспособлены для разных классов техники. Возможно некоторые карты приспособлены больше для одного класса техники, а другие карты для других классов техники. Но так или иначе они должны быть плюс-минус играбельными для всех. Также они должны быть разными по геймплею и интересными. Ничего этого в картохе нет. Карты тупо повторяются, ублюдские по геймплею и просто кончены почти все карты. Новых карт в принципе почти нет. И большая проблема не в том, чтобы список черный сделать большой, а в том, чтобы карты сделать нормальными. И в ближайшее время не предвидится никаких улучшений, разве что года через два они сделают жемчужную реку в HD, поскольку Харьков они там года два поворачивали на 45 градусов и канавку копали между городом и зеленью. Я думаю, что речку на жемчужной реке будут копать еще года три тоже. Ну и горку там куда-нибудь повернут. Вот в чем проблема. Но картошка решила на этом срубить бабла. Глупенькие танкисты попросили сделать черный список, поскольку не подумали, да и нечем. А теперь радуются, что у нас есть черный список, который портит игру. Ну а че, нам же весело играть по 10 ПТ в одной команде. Вообще как-то теряется дух самого геймплея в рандомном режиме. Короче, печально это все. Ладно, счастливого вам лета, отдыхайте красиво. С вами был Варчик, всем пока.